Всем привет, я Олеся Грузинская, и сегодня я познакомлю вас с ароматами бренда Карла Фрачи. Карла Фрачи встала и пошла отсюда. Эта Джульетта, походу, уже вышла замуж, прожила десяток лет. И вот только потом начала пахнуть вот так. Ой, убежали. Я думаю, что вы уже догадались, что Карла Фрачи это имя, а имя это принадлежит итальянской балерине, актрисе театра и кино, которая родилась в 1936 году и сразу с малых лет начала увлекаться танцами. После окончания Второй мировой войны Карла Фрачи поступила в балетную школу при театре в Миланском Ла Скало. И она там успела, между прочим, поучиться у Веры Волковой, это знаменитая русская балерина, которая была наставником очень многих знаменитых танцовщиц и танцовщиков, а в то время она была наставником местной театральной труппы. Карла Фрачи стала всемирно известной исполнительницей партии классического и романтического репертуара. Самые известные, наверное, на мой взгляд, это Золушка, Жизель, Спящая красавица, Лебединое озеро и много чего там еще было. Она была партнершей таких известных танцовщиков, как, например, Рудольф Нуриев, Михаил Барышников, Андрис Лиепа и многих других. Естественно, она танцевала на лучших мировых сценах. Кстати, именно благодаря ее инициативе на сцене Римского оперного театра был возрожден балет «Красный маг» Глиера. А еще она прославилась тем, что стала единственной женщиной в мире, которая станцевала Гамлета. Кроме главной, партию принца датского исполнила как раз Карла Фрачи. В возрасте 52 лет, внимание, она только закончила свою танцевальную карьеру и начала педагогическую. Сначала в Неаполитанском театре, потом в Вероне и потом в Римском оперном. Но в 2010-м, в возрасте 74 лет, решила совершить небольшой камбэк. И в таких знаменитых постановках, как «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица» исполнила партии, правда, уже второстепенные. В 2004 году она была назначена послом доброй воли в продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАУ, которая занимается борьбой с голодом. Про личную жизнь Карла тоже не забыла. С 1964 года она состоит, я надеюсь, в счастливом браке с итальянским продюсером Беппо Минагатти. У них есть один сын и уже целых два внука. И, наконец-то, мы добрались до темы парфюмерии. В 2003 году был создан одноименный бренд «Карло Фрачи». Названия ароматов отсылают нас к искусству и к балетным партиям, в которых блистала сама сеньора Фрачи. Заглавный аромат так и называется «Карло Фрачи». Естественно, он посвящен великой балерине и, по большому счету, выстроен вокруг белых цветов. Забегая вперед, скажу, что в дальнейшем в линейке мы еще не раз встретим эти белые цветы, поэтому, возможно, сама «Карло Фрачи» их очень любила. В этом аромате прекрасный альянс туберозы и фрезии. В целом, как будто приподнимая эту композицию над полом. В целом, получился образ страстной, но при этом легкой, как раз такой итальянки, парящей на сцене. Следующий аромат называется «Аврора». Естественно, он посвящен той самой спящей красавице из балета, сказки, мультика. В общем, спящей красавице. И если вдруг вам пришел образ нежный, романтичный и летящий, то аромат примерно такой и есть. Здесь припудренные фиалки, размытый зеленый аккорд, шершавых листьев и немного отсылок к герленовским метеоритам. Этот аромат звучит немного строже, чем первый «Карло Фрачи». И вообще, если кто-то вдастся в дебри, что «Аврору» еще называли дикой розой, и по идее аромат должен пахнуть розой, то можете забыть про всю эту предысторию, потому что розы здесь нет. Следующий аромат называется «Джульетта». Естественно, всем понятно, кому он посвящен, но у меня есть пара вопросов к названию. Правда, обо всем по порядку. Старт, очевидно, цитрусовый. Здесь много медового, даже чуть индольного. Жасмина, красных ягод, ванили, сандала и амбре. В целом, композиция получилась интересной, своеобразной, но я бы не назвала ее вот той легкостью 13-летней влюбленной Джульетты. Эта Джульетта, походу, уже вышла замуж, прожила десяток лет, и вот только потом начала пахнуть вот так. Если вы знаете аромат «Русская княжна» от «Бракар», вот в Джульетте можно найти общие блоки. Аромат «Гамлет», единственный, как вы видите, в черном флаконе, посвящен женщинам, потому что, помним, да, предысторию я рассказывала, что Карла Фрача была единственной женщиной, которая сыграла партию в балете «Гамлет», но в целом его могли бы носить и мужчины. Он водянисто-древесный. Мне кажется, это очень необычное сочетание. Он пахнет одновременно темным гуаяком и жгучим перцем, сладкими грушами и нежными весенними цветами. И все это под пеленой воды. В раскрытии он совершенно меняется. То может показать милые фруктовые ноты, то пылающее дерево. И вот в плане своей необычности, кстати, он стоит недорого, а пахнет вполне нишево. Следующий аромат «Соломея» назван в честь иудейской принцессы, которая потребовала себе голову Иоанна Крестителя на тарелочке. И впоследствии стала женой Ирода Антипы. Как вы думаете, чем может пахнуть такая женщина? Доподлинно, конечно, неизвестно, но по мнению парфюмеров, создававших этот аромат, она пахла с залитыми солнцами, фруктами и пьянящими цветами. Среди цветов отчетливо читаются «Гарденни» и «Тубероза». «Тубероза» здесь не солирует, она уравновешена другими цветочными нотами. И в целом получилась гармоничная такая композиция. С одной стороны элегантная, с другой стороны немного стервозная. На мой взгляд, слегка приторно на старте, но при этом, когда раскрывается, звучит довольно интересно. Медея. Мне кажется, этому аромату подходит это название. Медея в мифологии была красавицей-царицей западно-грузинского царства Колхида, основательницей медицины и возлюбленной легендарного аргонавта Ясона. Первая мысль, которая приходит в голову – спелые персики в карамели. Здесь же кокос, флюдоранж и цитрусы на амброво-древесной базе. Еще небольшая справочка о Медее. Она была убийцей своего отца, брата и соперницы, собственных детей. В общем, прожила яркую, но очень короткую жизнь. Аромат получился незабываемым, красочным, сочным и тоже ярким. Сыграем в игру. Если я говорю вам слово «балет», какое первое название приходит в голову? Не знаю, как вам, мне «Лебединое озеро». И следующий аромат называется «Адетта». В основе произведения «Лебединое озеро» лежит немецкая легенда о прекрасной принцессе, которая была заколдована злым колдуном, превращена в лебедя. А лебедь у нас что? Плавает по воде. Поэтому аромат посвящен акватической тематике. И первое, что я ощущаю, это свежий ветер. Этот чуть солоноватый ветер принес сочные водянистые фрукты, арбуз, дыню и ананас, древесину и много цветов. В целом он получился легкий, свежий, воздушный. Если вы, например, любите аромат DNG Light Blue, вам наверняка этот понравится. Они не то чтобы прям супер похожи, но в одном направлении. И напоследок у нас трагическая история юной прекрасной Жизель. Аромат, конечно, не такой трагичный, как история самой Жизель. Он медово-цветочный, при этом нежный, одновременно страстный и юный, и взрослый. Мне кажется, не зря аромат напоминает именно саму балерину Карлу Фрачи, а не героиню, которую она исполняла. Потому что здесь тубероза, фрезия, как и в первом аромате, который мы сегодня уже изучали. Если вдруг кто-то уже знаком с этим ароматом и пробовал его выпуски самые первые, когда он был в желтой коробочке, то тогда он был тяжелее. Сейчас аромат стал более воздушным, более легким, поэтому если тогда он показался душноватым, попробуйте новый выпуск. Обзор на марку Карла Фрачи я сделала по многочисленным просьбам в комментариях, поэтому я надеюсь, что все комментаторы искренне радуются и ставят уже лайк за то, что они получили, то, что хотели. В описании под видео есть ссылка на все ароматы. По ней можно перейти, прочитать подробнее про аромат, узнать отзывы на него и цену на сайте духи.рф, там же ссылка на наш инстаграм. Напишите в комментариях, вы тот самый человек, который просил обзор на эту марку, или, может быть, только сейчас с ней познакомились. Какой аромат вам показался самым интересным по описанию? Для меня, конечно, это мифология, это Медея, которая перебила кучу народу, но почему-то именно ей посвящают и болеют. И ароматы. Я ушла в мифологию. Продолжение следует...